всем добрый премьер суток всем привет с вами анатолий так ребята играю так интересного тогда и что самое главное я немножко заикаюсь если что за это извиняюсь в той серии мы остановились тут а в этой серии мы идем в город так так сохранится и в 10 до быстрее сохранение а загрузка у нас и в 12 до быстрее сохраняем ясно так вот сохранился и перезагрузился отлично так тут никого нету да смотрите кладбище тут а как интересно кладбище такого оригинале не было круто ты тут еще и комбаса валяется денежки кучель лавка так а я что такое король рабар второй тупица на кого я по-твоему похож как не на смотрителя кладбища иди уже займись делом а и не мешай другим работать конечно их на острове несколько но на твоем месте я бы не стал прогуливаться за городом парень парень ты откуда такой взялся бандиты волки или монстры похуже охотно разорвут тебя на куски мой тебе совет найди работу в городе и не высовывайся оттуда для тебя серьезно ты сам себя то видел нет парень для таких как ты у меня точно ничего нет все как обычно но и сколько их должно быть здесь знаешь ли не хоронят хрен знает кого тут покоится только выдающиеся жители верхнего квартала и нижней части города где закапывают черни меня не касается вот такие дела да прикольно это в оригинале не было точно и кладбище не было и смотрители не было а сколько тут еще добра всякого и грибы и денежки кошельки так ух ты че такое ух ты ничего себе ну ка ну ка посмотрим так так в чашне можем превратиться да интересно еще тут есть вызов волка мне так дел а вот он короче смотри вызывая волка он подыхает сейчас даже может посмотреть сам сейчас крыше будем отсюда сохранюсь вызову волка и увидеть что произойдет если в оригинале вызываешь там волк или еще кого нибудь то он не умирает а тут умирает почему так происходит даже не знаю сейчас смотри короче сохранение у нас f10 так сохранение ну на всякий смущеночек еще сохранить так ну давай да так сохранить и вызываем мы так ладно вызываем волка так так смотри видали да раз и он сдох почему так не знаю вот это номер так теперь перезакрытишаюсь заодно посмотрим как вот это номер так да смотри работает нормально а это светик остался все нормально так посмотрели все теперь теперь еще хочу посмотреть похоже это и есть город это говорил мне ксаркес а сможем 500 опыта получить на халяву это тоже интересно посмотреть так ну отсюда я думаю не сможем подняться это уж смотрите раньше вот этого не было просто стена была сейчас ну да тут вряд ли поднимемся даже если кинем гриб как обычно кидали грибы и потом поднимались нет это бесполезно ну да смотри бесполезно нет в любом случае бесполезно так нет все забираем грибы и идем дальше так у нас там короче волки будут читать и шершень да против них мы можем потратить окна и стрелы окна и стрелы или стрелы из мука или арбалет у нас закончились стрелы или подожди или есть да нет есть у нас стрелы смотри даже ничто себе и огненные стрелы не надо тратить даже я че-то и забыл про них так поднимаемся тут гриб так тут еще крапивы нет это крапива что ли или что-то такое а вот окна и корень это очень круто тоже так смотри вот шершень а их тут а как тебе это так поближе подходим блин я так все стрелы потрачу сдохни 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 так и так все отлично даже в окна и стрелы не потратили так теперь так и плюс еще собрали мы ну там еще что то есть такое опа еще огненный корень это уже немаловажно так сейчас мы и проверим сможем получить 500 опыта на халяву так тут тут у нас уже все заканчивается ага хотя смотри кто то там за нами сейчас пойдет вон какой то вон хватит ходить кругами дай уже еще одним монстром стало меньше еще одним монстром стало меньше ничего да кто то скажет что мы шкуру потратили пустую да типа но дело в том что шкуры то они не исчезнут тут вот имписы мертвые вот эти вот волки там они так и будут лежать вот так написано было в этом игре заодно и посмотрим будут они там лежат или нет вот так кстати мы еще и тут берем сейчас растение тут да ну заодно и посмотрим вот сможем получить 500 опыта на халяву или нет так отлично так а это куда у нас куда мы пришли твачьи и подожди а смотри ничего себе вот откуда можем подняться да спокойно и круто это урок раньше тут не было такого оттуда мы можем так мы тут можем разбиться и смотри чуть-чуть есть ммм тихо надо это аккуратно тут быть а то такое сделали путешествие далекое опасное так так главное то что мы тут ни с кем не должны разговаривать вот это самое главное ух ты смотрите что ли что такое стоит статуя а ее раньше тут не было в оригинале ммм 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 круто так ладно сейчас и глянем посмотрим он сам бы никогда никогда не ммм смотрите плюс еще один к новкости это единственный способ миновать стражу у городских ворот ммм смотрите не просто 500 опыта мы получили а мы еще и получили плюс один к новкости вот это круто эй ларес старый пройдоха а как ты попал сюда я смог выбраться я и плюс еще сотню опыта итого 600 очков мы получили к опыту так еще еще плюс 100 и короче мы получили 700 опыта плюс один к новкости это очень круто мне во что бы то ни стало ну что ты это мы уже все знаем что они говорят так это тоже все знаем так почему а почему ты и я с ними можно о каком он стоит в гавани порт но это почему так хорошо пошли я не могу уйти отсюда пока мы не узнаем больше о пропавших людях ты можешь научить меня чему-нибудь конечно я могу помочь так и что он может научить нас тренируй меня так сила ловкость да хорошо я не могу уйти так ну все я на этом заканчиваю серию да ребята смотрите получилась даже очень получилась круто какая тут графика так так мы получили 700 опыта плюс 1 ловкость да а теперь надо назад вернуться вернуться я думаю таким же путем ну да давай таким же путем короче пойду назад у тебя можем конечно и он не изменит это никто никогда не спрашивает меня так ну ка я сохранюсь на чем так и в 10 сохранение в 10 и так сохранились перейдем назад назад я думаю тоже будет очень тяжело потому что оттуда мы шли стерео мы потратили все прочее а вот сейчас назад как пойти так так да здесь еще пауки есть не просто так поднимаем сюда сюда то есть смотрите кто там так по крыше идем ну сюда вот угу угу так 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 тут надо быть аккуратным так теперь кстати смотрите никто тут не стоит постоянно и тут тоже врата закрыта а ну-ка сможем отсюда так тут мигка мига с одной ты фермер так короче он тут стоял и ничего такого да а мы короче это в оригинале он вообще он там стоял всегда да уж и как я это сделаю так у нас факел нету все факты не потратили так также поднимаем сюда ну таким путем мы короче пришли получили 700 опыта и идем назад чтобы официально зайти в город и за это еще получит опыта это хорошо так отлично так жалый меч темный гриб растение ммм круто что что тебе туда нельзя почему от таких оборванцев как ты одни проблемы в городе и так хватает всякого сброда нам не нужны люди у которых нет денег так и мы можем выбрать теперь я принес травы я пришел чтобы вступить так так мы можем заплатить стою за на ты и до так стать и ну ка а можно мы ставится на ты заплатите просто зайти так и в 10 сохранения хотя вот так и конечно смотри просто-напросто мог лица платить стою золотых и все да ладно загрузить игру так блин уже темно стал дождь пошел так смотри 100 золотых мы можем заплатить у меня есть пропуск а ну-ка я скажу я пришел чтобы то что попробуй рассказать эту сказку понятно мне нужно тогда силы Голи! Да, ты ушёшь, обер... Ага. Блин, надо было тоже там правильно, знаешь, подходящую снова подобрать. Я принёс траву для оптимика Константина, траву. Ммм, смотри, а мы ещё и риторику получили. Хорошо, ты можешь пройти, но не создавай проблем, ты понял? Плюс ещё риторика, 200 опыта плюс риторика. Это круто. Стой, чужеземец! Я латар! На этом мы уже знаем, что он скажет нам. Стой, чужеземец! Я латар! Маладин короля и преданный слуга Иноса. Наш командующий лорд. Так, понятно. Той, чужеземец! Той, чужеземец! Ты даже не... Той, чужеземец! Так, тут нам нужно вот эта планета. Чужеземец, ты должно быть голоден и хочешь пить. Может, тебя заинтересуют мои товары? Откровенно говоря, я пришел, чтобы встретиться с паладинами. У тебя мало шансов на это. С тех пор, как паладины обосновались им в верхнем квартале. Так, понятно. Ты можешь помочь мне попасть в верхний квартал? Я? Нет. Мое слово мало что значит. Тебе надо как-то завоевать его доверие. Поговори с ополченцем Пабло. Думаю, он сможет как-нибудь помочь тебе. Где я могу найти? Ты стоишь прямо... А что насчет других влиятельных горожан? Торговцы и мастера-ресленники. Здесь, на главной улице, самые влиятельные фигуры в городе. Ты должен попытаться стать учеником одном. Ах, понятно. Все мы это знаем уже. Мне нужны деньги, и я ищу работу. Я слышал, что у Бастера проблемы с поставщиками. А вот это вот новое. С этим разговаривающим парнем. Что ты можешь мне предложить? Сейчас у меня мало что есть. Этот чертов она... Руперт. И все. И можно поразговаривать с андатом. Расскажи мне о восстании крестьян. Это довольно просто. Так, это нам точно не надо. Что ты... Покажи. Так, раздемочный нож. И тут я точно возьму, потому что он нам нужен. Мед не нужен. Мы и так найдем его. А вот теперь идем дальше. Да, смотрите, кстати, интересно, какая штука. Вот, Матер. Эй, тебе здесь нечего делать. Исчезни. Хм. Видали, да? Даже разговаривать с нами не хотят. Эй, ты! Ты чего здесь забыл? Вон отсюда! Хм. Вот так вот. Вот такое обновление. Так, и если это кто такой? Боспель. Подожди минутку. Эй, ты недавно в этом городе, да? Да. А ты? Я приплыл с материка, и вот теперь болтает здесь. Но я не хочу делать этого. Я... Что ты можешь? Ими теперь командует один... Что еще? Он также занят и подпит. С кем ты дрался? С парнем по имени Валентину. А, вон кто. Слышал что-нибудь интересное? Можно сказать? А я думал, кто такой Региса? Оказывается, он там, вон сидел. А сейчас он, оказывается, еще и ходит сам по себе. Так. Эй, тебе нечего здесь делать. Убирайся. Ну, видали, да? Даже сговаривать не хотят. Тут что-то об алхимии. Ну, зато мы можем читать любые книги. Да, и посмотрим. Ммм, смотри. А книги нет. Эм... Спать тут... Раньше, может, тут спали? А сейчас все, не можем спать тут. Знаю, что у него свой дом есть. Так, нам нужен... Так, нам нужен... Страшник нам нужен. ...часть своей божественной силы, чтобы тот мог противостоять деяниям Белия. Вот он. Эй, ты, подожди. Мне кажется, я тебя знаю. Что тебе нужно? Я где-то уже видел твое лицо. А, точно. Вот. Мы нашли этот листок у одного из бандитов, на которых... Хмм... Я сам бы об этом никогда не догадался. Очень смешно. Что этим парням было нужно от тебя? Спроси их сам. Они ведь сидят у вас... Нет. Они мертвы. Ну, тогда мы... Если у тебя как... Меня прислал Рупер. Хмм... Ничто с того. Он сказал, что ты можешь помочь мне завоевать расположение мастеров из этого квартала. Что, никто из них не хочет общаться с тобой, да? Все они принимают меня за нищего попрошайку. Это и неудивительно. Ты очень похож на подозрительного бродягу, и таким, как ты, здесь не особо рады. Да ладно тебе. Не обижайся. Я уже вижу, что ты человек порядочный. Уж у меня на это глаз наметан, поверь. Так что я помогу тебе. Но для начала тебе надо обзавестись нормальной одеждой. Ибо то трепье, что на тебе сейчас, никуда не годится. Где мне ее взять? Сходи к Ханне, хозяйке гостиницы, что напротив казарма ополчения. И скажи ей, что это я прислал тебя. Пусть она продаст тебе нормальную и чистую одежду. Ну а после поговорим об остальном. Все, ступай. Так, ну надо. Да, какой дождь пошел, а? Темно, что она так. Смотри, вот. Раз и темно, что она, да? Дождь пошел. А где этот торговец? Не понял. Я не умею открывать замки отмычкой. Где торговец? Странно. Странно. Так, надо поспать. Еще время уже 17.10, да? Клиент, что я могу сделать для тебя? Я пришел, а он сказал. Только не тебе, друг. Так, кстати, надо сохраниться. Я покупать не буду, я просто посмотрю. А покупать я буду у другого. Что за одежду у него, у Хана. Так. Ты можешь продать мне одежду? И почему я должна это не дать? Продай мне. Хорошо. Так. 100 золотых отдали. Купили одежду. Легкая одежда горожанина. Вот такая одежда, да? Так. Оторожие рубит еще 10. Ну, это так себе. Нам не надо. Так. Перезагружусь. Да. Так. Пойти поспать надо до утра. Спим 10 часов, да? Убирайся с моей кровати. Вот все. Так, посмотрели одежду у Ханны. Какая одежда. Теперь идем покупать хорошую одежду. Так, денежки у нас хватает. Да, вот смотрите, как темно. Почему он так? Так, вот в этих кустах мед, кошель. Да, тут в зону-то очень много разных кошелей там всяких этих. Блин, вот почему темно? Что у вас за проблема такая? Так. Пойду-ка я сейчас схожу в одно интересное место. Это будет заключаться в том, чтобы мы бездобыли свет тут. Так, вот.